Врачебное сообщество наградило Индолфорт и Валар, сообщает московский комсомолец на Алтае. Препарат получил награду в рамках седьмой ежегодной церемонии награждения Russian Pharma Awards 2018 в номинации BAT для нормализации гормонального баланса и нормализации пролиферативных процессов у женщин любого возраста. Корреспонденты напоминают, что премия учреждена самой крупной профессиональной площадкой для врачей в России «Доктор на работе», объединяющей более 500 тысяч практикующих специалистов. Победители премии определяются голосованием участников портала. Пик холода пройден к выходным в крае потеплеет, сообщают аргументы и факты Алтай. По данным Алтайского гидромедцентра, температура в ночь на 8 декабря опустится не ниже 26-22 градусов. В западных районах обещают до минус 21. Днем столбик термометра будет находиться на отметках 17-19 градусов ниже 0, так что терпите, люди, скоро. Почему барнаульцы психуют из-за Шапье? Был в городе такой магазин, пишут корреспонденты московского комсомольца на Алтай. Был, но съехал. Правда, на самом здании осталось название огромными буквами. И таксисты хорошо ориентируются, когда говорят им «Остановите там, где Шапье». Поисковики выдают информацию с адресом на взлетной, и люди идут купить шарфик или шапочку. А встречает их надпись «Магазин закрылся совсем». Журналисты резюмируют. Если закрылись, уберите всю информацию о магазине в соцсетях, уберите вывеску, и нервы у всех будут в порядке. Чем запомнится уходящий год жителя Малтайского края? Корреспонденты комсомольской правды Барнаул сделали красочный лангрид, в котором отвечают на имя же поставленный вопрос. Среди главных событий – выборы губернатора. Небольшое эксклюзивное интервью Виктора Томенко, читайте здесь же. А также введение курортного сбора, первая пересадка сердца, небывалые наводнения и ураган, закрытие торговых центров и дворца спорта. В общем, открывайте и читайте на сайте Комсомолки. Рекомендуем. Аэропорту Горно-Алтайска могут дать имя художника, сидевшего в бийской тюрьме, сообщает бийский рабочий. В Наукограде аэропорта нет, но засветиться в проекте с присвоением имена аэропорта Мбийску удалось. Корреспонденты напоминают, несмотря на тот факт, что в первом туре голосования победил Рерих, местные жители против того, чтобы его имя присваивали Горно-Алтайскому воздушному порту. Они за конкурента местного художника Григория Чуросгуркина.